меня моя работа не раздражает в чем-то даже нравится свыше придут и оштрафуют и что ты для этого делаешь я гуляю лена я гуляю я гуляю вдоль моря я могу гулять часами финансовая грамотность это просто маска можно сколько угодно от этого открещиваться у меня есть некий потолок потому что я могу делать параллельно своей работе успешка в последний день это бич вообще современного во всему я не юрист это не мое мне еще потом еще и переделывать это все потом ну вот она мне надо нет это не для меня я не разберусь они ведут свою бухгалтерию в тетрадке и считают что это самая важная тетрадка в их жизнь хочется же еще и жить иногда себя боюсь иногда собой даже восхищаюсь всем здравствуйте меня зовут елена тонова и тела я сделала такой большой но малый бизнес и с нами сегодня илона дубкевича член нашего женского бизнес-клуба бухгалтер с огромным стажем профессионал своего тела и хозяйка компании которая занимается бухгалтерским обслуживанием илона привет привет лен здравствуйте верно сказала да все равно записано верно да со слов записано верно мы знакомы достаточно давно относительно давно и плотно я знаю о том что в начале в юности ты мечтала стать преподавателем но в результате ты бухгалтер скажи пожалуйста как это произошло как это совместилось и почему вышло так вышло да мечтала да даже поступала хотела быть но я на самом деле может не совсем преподавателем я хотела быть воспитателем детском садике вышла не поступила по причине того что ну вернее поступила на поступила на платное отделение за меня родители платить в том момент не могли 90-е годы как бы поэтому я решила что мы я как-нибудь на следующий год а потом все случилось очень рационально мы решили пойти туда где есть стипендия и пошли так я тут и осталось лет на 25 тут это где тут это в бухгалтерии именно в бухгалтерском учете но не могла себе представить да что начнешь заниматься бумагами складывать плюсы с минусами выравнивать баланс и все остальное нет я тогда вообще на эту тему не думала если честно и как в результате довольна тем что выбрала ну да я считаю что на самом деле в этой степени конечно это мое ну тут наверное еще и привычка определенная все таки то есть человек все равно когда делает определенное дело и если еще и делает неплохо то он конечно к этому привыкает я не знаю как бы я работала с детьми сейчас я не знаю я думаю что у меня бы наверное не хватило терпения но опять же это видимо пошла бы тогда с детьми наверное бы считала бы что только с детьми никак по-другому где-то в какой-то момент я поняла что все таки наверное некое желание преподавать или, скажем, наверное, передавать опыт во мне живет до сих пор, но к деткам, конечно, нет, потому что, ну, это, я говорю, что тут опыта не хватает и ничего не хватает, но в целом меня моя работа не раздражает, в чем-то даже нравится, но в глобале именно, как бы, если брать чисто бухгалтерский учет, то мне бы хотелось неким образом его переформатировать для себя, в смысле, не сам учет, а эту работу. Мне бы, наверное, сейчас было бы больше интересно помогать предпринимателям понять цифры, нежели выполнять нормы закона. И что ты для этого делаешь? Ну, пока еще не сильно чего, но вот как бы с помощью тебя, конечно, я, слава богу, тут попробовала себя в качестве, там, допустим, какого-то лектора, вроде бы получилось не так, чтобы и плохо, вроде даже получилось. Получилось прекрасно, я вот сейчас перебила нашу илону, на самом деле у нас были фантастические курсы по поводу бухгалтерии, как вообще провести аудит, как вообще что посчитать, как зарегистрироваться в ЕДС. И здесь стоит отметить и немножечко пожурить аудиторию, которая хочет разобраться, но хочет хотеть, а не хочет идти разбираться. Потому что по опыту, когда мы делали более общего формата мероприятия у нас от клиентов, от участников лекции отбоя не было, как только мы углублялись дальше в цифры, люди боялись и думали, нет, это не для меня, я не разберусь, у меня на это не хватит своего мозгового ресурса. Скажи, пожалуйста, чего больше всего боятся предприниматели с точки зрения именно в сфере бухгалтерии? Какие у них самые частые мифы по поводу этой профессии? По поводу профессии именно? Ну, вообще процесса. Процесса? Ну, во-первых, бухгалтер это тот человек, который не совсем, они понимают не совсем, что он делает. То есть он там перекладывает бумажки, что-то там куда-то записывает и что-то там куда-то подает. Хорошо, если нет звонков там ниоткуда, его не тревожат, нет штрафов. Вот это, в общем-то, все, что нужно. Просто неплохо было бы, наверное, объяснить людям, что это... То есть вот этот вот учет, это некая такая вещь, которая состоит из трех отдельных разделов. То есть есть там учет бухгалтерский как таковой налоговый, это то, что по законодательным актам требует от нас государство. Есть учет, так называемая его часть финансовая, это, допустим, когда я могу сказать, у вас прибыль или убытки, сколько там вы должны кредиторам, сколько там вам должны дебиторы и так далее. А есть еще третья некая составляющая, это, так скажем, учет управленческий. Это когда на основе неких цифр управленец, ну, или собственник принимает какие-то решения. То есть, допустим, ну, условно говоря, я проплатил за рекламу столько-то, вот часть этой рекламы ушла на этот товар, он для меня выгоден, а вот этот для меня не выгоден. И вот, наверное, больше всего боятся лезть вот в этот управленческий, потому что, ну, там можно открыть что-нибудь, наверное, от того, чего, может быть, и не хотелось бы видеть и слышать. Ну, и боятся, конечно, налогового, ну, просто потому, что это некое свыше, придут и оштрафуют. Но это люди просто недопонимают немного. Там, конечно, все немножко по-другому, все не так страшно. Ну, боязнь чинов людей в униформе, она достаточно такая вбитая в поколение мое, твое и поколение раньше. Сейчас все-таки, мне кажется, наоборот, новое поколение предпринимателей до конца не оценивают масштабы, которые может привести за собой неправильное ведение бизнеса и вообще управление и оплаты налогов. Потому что я знаю часть молодежи, то есть общаясь с ними, они открывают компанию, не задумываясь, не рассчитывая, не просчитывая. К сожалению, такое тоже есть, да. Но есть и обратные варианты, да. Есть обратные варианты, есть достаточно серьезная молодежь, которая умудрилась разобраться в том, что вообще они хотят. Во-первых, они понимают, для чего они туда пришли. Они хотят прибыль, не хотят денег. Но не в смысле мы хотим денег, а мы хотим сделать так, чтобы вот у нас здесь образовалась там некая прибыль. Для этого мы делаем этот шаг, этот шаг, этот шаг, этот шаг. Это приятно. Ну, в любом случае, человек, который занимается бизнесом, который находится во главе своей компании, даже если он один-единственный сотрудник, он так или иначе, ну, обязан разбираться в бухгалтерии, в условиях финансовой грамотности. Это просто must-have, можно сколько угодно от этого открещиваться. До какой-то поры до времени это будет проносить. Да, конечно. А потом однажды, рано или поздно, все-таки может ком свернуться так, в такую неблагоприятную сторону, что уже и бухгалтер хороший, опытный, расплести его сможет большим трудом. Ну, ответственность это все равно самого предпринимателя, то есть самого человека. Можно, конечно, долго закрывать глаза на какие-то вещи. Там люди годами говорят, я вижу хорошо, потом надевают вот такие очки. Ну, тут, наверное, некое подобие. Просто я работаю с тем, как бы, пластом предпринимателей, которые скорее не предприниматели, они скорее самозанятые лица. Потому что, ну, даже если, как у меня, например, компания, у нас три человека, ну, это по большому счету все равно самозанятость. Потому что специалист я, то есть все ко мне, у меня помощники. Все равно у меня есть некий потолок по времени, у меня есть некий потолок по деньгам из-за этого, из-за этого времени. У меня есть некий потолок потому, что я могу делать параллельно своей работе. То есть, это не я настраиваю процессы, по которым у меня там люди все работают, а я сижу и управляю. Нет, я сама в это включаюсь. То есть, и те, которые работают на себя, как я говорю, они, наверное, должны еще больше в этом понимать. Чтобы разбираться. Чтобы разбираться, чтобы понимать, что вообще от них хотят, вокруг и все. Потому что если чуть крупнее бизнес, то ты же там можешь нанять управленца, допустим, грамотного. То есть, там бухгалтера, того же грамотного. Конечно, в глобале понятия должны быть и о том, и о сём, и о маркетинге. Но тут ты, получается, ты сам себе всё. Ну, в любом случае, нужно иметь определенные знания для того, чтобы проверить того же самого бухгалтера. Потому что мы прекрасно знаем, что в любой сфере есть определенные специалисты, которые называют себя специалистами, а таковыми не являются. То есть, они могут составить условно отчет. Вам действительно могло повезти, что никто на вас особо внимания не обратил, а в результате получается, что бухгалтер может напортачить так, что мало не покажется. Я сама проходила школу плохого бухгалтера. У меня был определенный опыт. И не хочу, не хочу, не хочу туда смотреть. А потом, когда уже, как говорится, вызывают, ты уже хочешь, не хочешь, ты уже туда смотришь и начинаешь по-другому. А определенная грамотность в таких вещах, конечно, должна быть. Это как человек нано-плавы должен научиться, ну, как бы в какой-то степени, чтобы себя защитить от внешнего мира. Так и тут определенная грамотность должна быть обязательно. Есть какие-то основные звоночки, такие основные триггеры, на которые можно обратить внимание уже сейчас, уже сегодня, глядя на наш выпуск о том, что что-то не то с моим бухгалтером. Какие есть основные показатели того, что бухгалтер не до конца профессионален и компетентен в том, что он рассказывает. Иногда бухгалтер даже сам не знает, что он немножечко не бухгалтер. То есть он придумал себе, закончил короткие курсы, там вместе отучился, и он такой, все, я крутой. Ну, сейчас, наверное, такого уже практически нет и не будет в дальнейшем. Сейчас эту сферу пытаются привести в порядок. В некотором смысле, конечно, это очень правильно. Немножечко просто, может быть, формат приведения в порядок вот этого всего мне не совсем понятен. Ну, он, наверное, много кому непонятен. Но, ну, как бы я считаю, конечно, если вы владелец маленького предприятия и вам звонят из службы госдоходов или пишут письма с просьбой там, уточните, пожалуйста, что у вас в этом отчете. Расскажите, пожалуйста, почему вы опять в срок не сдали? Ну, то есть это уже некие такие звоночки. Потом спешка в последний день – это бич вообще современного всего, потому что когда приходят другие клиенты, первая причина, почему вы расстались с предыдущим бухгалтером – все в последний день. Ну, то есть, скорее всего, что, видите, получается же так, что вот эти маленькие предприниматели, они же ищут что подешевле. Что подешевле не всегда есть хорошо и не всегда есть качественно. Но, к сожалению, и компания обслуживающие крупные, они тоже очень некачественно ведут учет. Это еще и дело какой-то личной ответственности, потому что если откроются там такие договора, ты почитаешь, там будет написано следующее. Мы работаем по представленным вами документам. То есть, вот что ты принесла мне, то и окей. Если там, допустим, я знаю, условно говоря, про своих клиентов, это, наверное, у каждого такое есть. Есть счет за ЛМТ, он приходит ежемесячно. Он всегда приходит ежемесячно. Если его два месяца нет, ну ты напиши клиенту, а где ЛМТ-то? Ну, я так утрированно говорю, да. Ну, таким вот не занимаются люди. Но я считаю, что это некая порядочность. То есть, ну, то есть, это твоя работа. То есть, есть бухгалтер, который просто собирает готовые бумажки, сдает в том виде, который есть. А есть, наверное, бухгалтера, вот как ты, например, которые разбираются и в законе, и в праве, и следят за тем, что приносится, чего нету. То есть, это такой разный формат и наверняка разная стоимость подобных условий. Ну, право это не совсем мое. То есть, юридическими как бы аспектами мы не сильно занимаемся. Мы там, скажем, перекидываем на коллег. Ну, конечно, какие-то основы я знаю, но это тем не менее. Я всегда говорю, я не юрист. Это не мое. Что касается того как бы общения, этой коммуникации с клиентами, да, мы коммуницируем достаточно четко, потому что, во-первых, я говорю, я ответственный человек. Во-вторых, если я сейчас что-то сделаю некачественно, во-первых, это клиент пострадает, это моя репутация пострадает. Во-вторых, мне еще потом еще и переделывать это все потом. Ну, вот оно мне надо. Жалко, что не все так рассуждают, не все это понимают. Клиенты же тоже бывают хороши, да, то есть, они сдают документы в последний момент, дотягивают, теряют, все остальное. Я очень рада, у меня в последнее время, ну, появились некоторые, причем это как раз вот про молодежь, да, некоторые клиенты, ну, вот молодого возраста, вот они говорят, а можно как-то сделать так, чтобы мы, например, прописали число подачи отчета? Ну, то есть, допустим, условно говоря, там, есть отчеты, которые подаются до 20-го числа. Мы не хотим в последний день, давайте сделаем 15-е. Я говорю, идеально, давайте вы мне до 10-го привезете документы. И мы все это в договор прописали. Я счастливая, а не счастливый. То есть, ответственные все-таки? Да, да, есть, есть. А старая гвардия? Ну, в смысле, old school? Разная. А в большей степени? В большей степени они ведут свою бухгалтерию в тетрадке и считают, что это самая важная тетрадка в их жизни. Ну, каждому свое, каждому свое, действительно. Ты можешь представить, что спустя 10 лет ты все так же ведешь бухгалтерию, все так же у тебя компания занимается именно этим? Или, возможно, у тебя в жизни что-то может кардинально поменяться, и внезапно ты откроешь свой частный детский сад? Ну, к примеру. Детский сад, наверное, вряд ли. Ну, вообще нельзя ничего говорить никогда. Боже мой, да это не про меня. Все может всю жизнь случиться. Я могу себе представить, что я буду заниматься тем же, но, может быть, немножечко в другом формате. То есть, я бы скорее, помимо основной деятельности, которую я, конечно, бросать не хочу, потому что, ну, у меня был один такой момент, когда я думала, что я пойду вязать носки. Ну, это я, опять же, выдумываю, да, утрированно. Ну, был такой момент, когда я очень подустала от этого всего. И я потом поняла, что нет, наверное, я в другом себе месте не пойду искать. Опыта жалко. То есть, ну, и в какой-то степени, я говорю, работа моя мне нравится. Я ее попыталась переформатировать. Вот, опять же, через какие-то вот семинарные истории. Мысли есть, руки не доходят пока. Потому что, я говорю, опять же, самозанятость. Ну, то есть, есть какой-то потолок моего времени, который я готова, ну, как бы отдать этому всему. Хочется же еще и жить. А вот на тему жизни как раз-таки хотела поговорить. Я знаю, что у тебя замечательно проходит лето возле моря. Наконец-то природа, наконец-то свежий воздух. Расскажи немножечко про то, как ты отдыхаешь летом. Ну, это была мечта. И в этом году такая мечта осуществилась. Я всегда хотела дачу возле моря. Сложилось тут как-то все. Дом нашел нас сам. Значит, наверное, так должно было быть. Я гуляю. Лена, я гуляю. Я гуляю вдоль моря. Я могу гулять часами. Мне никто не нужен. И я понимаю, что это мой релакс, мое расслабление. Я туда ухожу в какие-то свои мысли. Иногда себя боюсь. Иногда собой даже восхищаюсь. И мне это, конечно, очень нравится. Наверное, это некая зашоренность мозга. Подустает мозг. Подустает. Надо выгружать. Я слышала, что бухгалтера, на самом деле, имеют какие-то всегда хобби дополнительную отдушину в виде творчества, в виде какого-то еще сверхнаправления, в котором находят свое спасение. То есть, твое спасение, получается, в прогулке вдоль моря или что-то еще? Я, наверное, такой человек, который, да, любит наблюдать, скажем так. Я могу вот сидеть и наблюдать природу, наблюдать птичек, наблюдать... Созерцать. Созерцать, да, скорее. Ну, я, конечно, читатель такой. Я люблю читать книжки, но это тоже история. Это опять голова, это опять глаза усталые. То есть, и это не всегда получается тогда, когда много работы, но это сложно как бы сделать. Вязать пыталась это, наверное, все бухгалтера вяжут. Я еще ни одного не знаю, который не пытался, но это не мое немножечко. То есть, это медитация какая-то такая в плане, ну, как бы именно тоже отрешения от мира этого цифрового, скажем так. Но немножечко не мое. Ну, наверное, да, чтение... Язык я итальянский учила уже, могу сказать, потому что какое-то время сейчас я поняла, что мне нужен перерыв, подустала, и тоже, опять же, это тоже в голову. А тут вот надо найти какую-то золотую середину. Ну, обычно золотой серединой является легкий спорт, который отвлекает, который дополнительно соединяет наш мозг с нашим телом. В любом случае, у нас там все эти когнитивные процессы производят. Это очень здорово. Это интересно, кстати, да. Вот пока на берегу моря сидишь, вот такие мысли приходят, что, во-первых, это возможно какая-то йога, но, может быть, надо что-то пробовать, мне интересно. Здорово. Тем не менее, я хочу спросить про голову. Я про чтение. Я знаю, что ты очень много читаешь, притом и, насколько я помню, это и литература для образования, и литература для досуга в виде классики. Что из последнего тебя покорило? Прям вот осталось в твоем сердце. Бывают книги, прочитал книгу, после этого не хочется ничего брать в руки, потому что не хочется портить это послевкусие. Бывает такое, да. Но это как бы из какой-то художественной литературы? Не знаю, вот из того, что приходит в голову на данный момент, что тебя вдохновило? Ну, мне очень нравится Юваль Харари, то есть вот эти вот истории, краткая история будущего. Вот это, наверное, книжка, которая меня заставила очень много о чем думать. После нее я какое-то время ничего не читала. А если брать художественную литературу, потянуло тут меня прочитать «Вишневый сад» заново. Да ладно. Очень я смеялась. Ну, то есть, по сравнению с тем, что нам рассказывали в школе, как я сейчас, женщина за 40, это воспринимаю. Мне было так смешно. Я когда подругам рассказываю, они говорят, да ладно, я говорю, а ты почитай. Какие новые люди, какие старые люди. Да, они новые, старые, но там вообще-то про другое. Вот я сейчас там увидела про другое. Бедная женщина уехала из Франции, бросила там любовника, к нему обычно хочет. У нее там любовь, а не про какой-то сад. В общем, короче, мне было очень смешно. Это какое-то новое прочтение. Мне кажется, вообще книжки стоит перечитывать, потому что даже тот же самый «Маленький принц», насколько фантастически по-другому открывается история. И когда ты сейчас взрослому человеку спрашиваешь, читал ли ты «Маленького принца», да, конечно. Спрашиваешь, а чем закончилось? Ну, он улетел на свою планету. Я говорю, да, правда, он покончил жизнь самоубийством, а это очевидно из этой книги в конце, что он просто сам себя согласился убить. Нет, такого не может быть. Я говорю, а ты перечитай. Это да. Это надо каждый, через какое-то время ты перечитываешь, и очень много что по-другому. Свой новый словарный запас. Ну, эта книга, конечно, должна быть. Хотя нет. Иногда бывает что-то и достаточно простое. Перечитываешь что-то, увидишь какие-то новые смыслы. Оказывается, все сложно было просто, а оказалось, что все совершенно было иначе и гораздо более глубоко. Главное, детские сказки не перечитывать, потому что сейчас, когда их начинаешь читать, становится немножко страшновато. Мне стало страшно, когда я их читала сыну, поэтому я их больше не читала. Ну, то есть я чуть-чуть почитала и поняла, что вот это вот, там, маму вела девочку в лес, потому что ей кормить ее нечем было. Я решила, что я не хочу своему сыну такое в голову. Мы не читали практически сказки. Честно говоря, да, вот я помню, когда я еще училась на филологии, писала разгромный на тот момент для себя там, вот этот юношеский максимализм о том, как сказки это все-таки плоховато и ужасно, и вообще почему все время учат издеваться над мужчиной, который остался без жены, и все время какой-то матриархат пропагандируется. Ну, то есть у меня закидает камнями. Ну, в общем, меня преподаватели немножко закидали камнями, и вообще все это не пошло. Я поняла, все, ладно, не буду в это встревать. Ты сказала, что прочитала историю будущего, да, Харари? Да, историю будущего. До этого читала «Хатсапинс»? Да, конечно. И как? Интересно. Мне, в принципе, все интересно, но вторая книжка меня больше потрясла. Она меня пугает. Не без этого, согласна. При том, что если кто-то только собирается читать, я могу от себя сказать, что можно читать сразу второй. Там очень много пересказывается. Да, конечно, много пересказывается, но и в первой есть некие вещи, которые интересны. Есть, 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 да, любопытные. Ну, то есть это человек с неким другим взглядом на мир, может быть, кому-то это не близко. Нет. Не знаю, мне близко. Знать разные взгляды на мир – это возможность хотя бы дискутировать и критические мысли, что, на самом деле, очень круто. Да. Впереди осень. Как ни крути. Я прошу прощения за то, что я это напоминаю, но, тем не менее, она будет. Что-то ждешь от нее особого? Ну, прямо вот чтобы особого, наверное, нет. Я вообще люблю осень. Я тот человек, который любит осень. Ну, то есть я не люблю, конечно, там мокрый снег и все такое, но вот там сентябрь, октябрь, для меня это такая тишина, некое спокойствие. У меня работы в это время, ну, как бы меньше. И поэтому обычно для меня это такой, ну, такой блаженный некий период, когда можно шуршать листьями. Но мне кажется, что в этом году я уже наотдыхалась. И, по-моему, я уже немножечко готова, ну, к каким-то дальнейшим свершениям. Возможно, все-таки я наконец-то чего-нибудь такое сделаю в плане какой-нибудь, не знаю, там, несколько дневного семинара, если можно будет что-нибудь от такого плана сорганизовать. То есть, ну, это нужно сесть, конечно, опять же, подумать, а не так, что вот летать там в облаках, когда же я поеду на море. Я думаю, что что-нибудь такое, наверное, что-нибудь я такое сорганизую. Обещаю, что мы с Илоном обязательно подумаем, если она будет не против это делать совместно. У нас была мысль о том, чтобы организовать школу финансовой грамотности хотя бы на базовой основе, чтобы чуть-чуть объяснить какие-то определенные нюансы, связанные и с бухгалтерией, с накоплениями, со страховкой и всем остальным. Что крайне важно, на самом деле, в современном мире, особенно в сложном мире, в котором мы живем сейчас. Хотя, читая историю, я могу сказать, что я бы не очень хотела вернуться в какие-нибудь 30-е, 40-е. Вот, честно, боже упаси, спасибо, что я живу сейчас. А в 19-й век так и подавно. И не так страшно, что нельзя вылетать из страны. Я могу здесь посидеть. Главное, чтобы никто в поезде не увозил куда-нибудь подальше. Не надо. Вполне себе хорошо. Я когда читаю такие какие-нибудь вещи, ну, исторические, я не сильно люблю историю. Ну, то есть, в смысле, нет, мне нравится, но чтобы так вот углубляться, исторические романы нет. Но когда я что-нибудь такое читаю, мне тогда в такой ужас прихожу, думаю, в смысле, там кто-то переживает, что на него накричал начальник? Вы серьезно? Ну, то есть, как бы, тебя же не это в поезд не посадили там за 100 верст. Ну, всегда сравниваем с тем, что есть сейчас, с тем, к чему привыкли. То есть, углубляемся редко, поэтому. Читайте историю, это очень полезно для того, чтобы понять, в какое крутое время мы живем именно сейчас. Действительно, очень классно. Однозубная анестезия чего стоит. Да, жалко, что мне нельзя ее делать. Сейчас по-больному меня ударило. Прости. В завершении нашего прекрасного разговора, спасибо огромное за эту содержательную беседу, я бы хотела попросить пожелать что-то нашим девочкам женского бизнес-клуба, а также тем зрителям и гостям, которые смотрят наши эфиры. Ну, я точно могу пожелать проводить, как бы, жизнь не только в работе, потому что я смотрю, что очень многие сейчас, конечно, так немножечко на карьере и на вот этих достигаторствах неких, ну, так скажем, заморочены. Ну, я вот немножечко девочка постарше, но точно могу сказать, живите, гуляйте по морю, улыбайтесь, там, пейте кофе на веранде. Это очень здорово. То есть, ну, как бы, никогда еще люди не жалели, что они слишком мало работали, а вот о том, что слишком мало жили, жалели. Очень ценный совет. Я думаю, что пускай хоть у кого-то звоночек зазвенит о том, что всех денег не заработаешь. А зачем жить ради работы, если некогда жить? Да, жить надо успешно. Не то, чтобы надо, не люблю это слово. Жить. Жить круто. Жить круто. Да, точно. На этой позитивной ноте стоит нам завершить. Спасибо огромное, Илоне, за нашу встречу. Это Ларис Дилл Клаб. Такой большой, но малый бизнес. Меня зовут Елена Тонова. До скорых встреч и пока. Счастливо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok